Монтаж, наладка, сушилок. Монтаж сушилок различных типов проводится как специализированными организациями, так и силами предприятия эксплуатанта сушилок. При монтаже используют механизмы, средства механизации и другое оборудование. Автомобильные краны, автопогрузчики, электролебедки, электро- и газосварочное оборудование, талии. Передвижные монтажные мастерские, всевозможные приборы и приспособления. Повышенная заводская готовность сушилок к монтажу предусматривает изготовление вспомогательного оборудования, металлоконструкций и комплектующих деталей на специальных заводах. К этому оборудованию относятся детали воздухопроводов, газоходов, станины транспортеров, бункеров, вентиляторов, ограждения и тому подобное. При заводском изготовлении вспомогательного оборудования сокращаются сроки монтажа. Уменьшаются трудовые затраты и снижается стоимость работ. Наладочные работы заключаются в проверке оборудования с последующим вводом его в эксплуатацию. Регулированием и доведением производительности сушилки до проектной мощности с допустимыми нормами расхода топлива и электроэнергии. К работам, выполняемым в подготовительном периоде, относят такие, которые могут быть проведены и вне строящейся сушилки. Подготовительные работы ускоряют выполнение основных монтажных работ и окончание строительства сушилки. Их проводят в подсобных помещениях, на открытых площадках, в мастерских и на складах, где хранят технологическое и энергетическое оборудование. Перед проведением монтажных работ необходимо изучить проектную документацию, получить монтажные материалы согласно спецификации, проверить соответствие чертежам строительных помещений и приемку их под монтаж, а также провести осмотр, приемку и предварительную проверку оборудования, металлоконструкций, комплектующих деталей, предусмотреть сборку укрепленных частей на специальной площадке. До начала монтажных работ расчищают площадку, проводят разметочные работы, расчищают монтажные отверстия, подготавливают оснастку, устанавливают текелажное оборудование. Основные монтажные работы Доставка оборудования, осмотр, очистка, промывка частей и узлов, а затем установка их на предназначенное по проекту место с требуемой проверкой оборудования по уровню и отвесу, а также закрепление этого оборудования. Проверяют от руки правильность, плавность и легкость движения рабочих органов, механизмов и машин. Если все отвечает техническим требованиям, то подготавливают оборудование к комплексному опробованию под нагрузкой. То есть устанавливают приводные ремни, дополнительно смазывают трущиеся поверхности, во время наладки определяют частоту вращения двигателей, производительность, расход электроэнергии и топлива, измеряют давление и расход воздуха, пара и тому подобное. Продолжительность испытаний опробования под нагрузкой при бесперебойной работе сушилки составляет до 48 часов, в зависимости от ее производительности, по усмотрению рабочей комиссии. При выполнении монтажных работ предъявляются следующие требования. Все сварные швы должны быть хорошего качества. Качество этих швов проверяют, осматривая и измеряя сечение. Герметичность сварных швов, тепловлагообменников, камер нагрева, надсушильных бункеров, газопроводов, осадочных камер проверяют при определенном остаточном давлении. Все люки и заглушки в закрытом состоянии должны быть герметичными. Детали сушилки, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготавливают из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами. Воздуховоды делают из листовой стали сварными. Швы сварки должны быть ровными и гладкими. Разъемные соединения воздухопроводов и диффузоров монтируют на фланцах, чтобы обеспечить в необходимых случаях разборку. Клапаны и задвижки воздухопроводов должны легко открываться и закрываться. На видных местах наружных стенок, клапанов и задвижек устанавливают указатели их положения. Внутреннюю поверхность корпуса у вентиляторов делают гладкой. Сварные швы плотными. Рабочие колеса вентиляторов тщательно балансируют. Крыльчатки при вращении не должны задевать за кожух. Сварные швы циклонов изготавливают ровными, непроницаемыми для пыли. Располагают по направлению движения воздуха. Внутреннюю поверхность циклона делают без выступов и вмятин. Воздухопроводы, диффузоры и вентиляторы должны быть покрыты термоизоляцией. Накладываемые по каркасу из проволочной сетки ровным слоем толщиной не менее 50 мм на воздухопроводах, проходящих внутри здания и 75 мм на воздухопроводах, находящихся снаружи здания. Поверхности сушилки термоизолируют двумя способами. С помощью минеральной ваты или мастичными покрытиями. Наружные поверхности сушилок окрашивают эмалью. Внутренние, не имеющие контакта с агентом сушки, покрывают лаком с алюминиевой пудрой. Шкивы к электродвигателям и вентиляторам окрашивают эмалью красного цвета. Пульт управления эмалью цвета слоновой кости. Заводы-изготовители сушилок дают гарантию на сушилки. При этом срок гарантии отличается и отсчитываться может. С момента ввода сушилки в эксплуатацию, либо же с момента поступления сушилки на предприятие. А также срок гарантии зависит от того, на какое предприятие поставляется сушилка. Так, для действующих, для строящихся предприятий и для предприятий с сезонным характером работы срок гарантии может отличаться. Рассмотрим монтаж и наладку сушилок подробнее. При проведении монтажных работ необходимо руководствоваться техническими описаниями, а также проектом строительно-монтажных работ, выполняемых специализированной организацией. Монтажные работы подразделяются на следующие этапы. Подготовка сушилки к монтажу, монтаж, наладка и монтажные испытания, пуск, опробование сушилки. При подготовке сушилки к монтажу доставляют все ее узлы в зону монтажа и размещают их в порядке последовательности производства работ, которая указывается разработчикам в специальной таблице. Узлы должны быть размещены на горизонтальных площадках, на деревянных брусьях, лагах. Запрещается укладка узлов один на другой. Распаковку и расконсервацию комплектующих изделий производят в соответствии с сопроводительной эксплуатационной документацией. Согласно комплектовочной ведомости, проверяют комплектность поставки сушилки, производят ревизию узлов и изделий, устраняют недоделки, неисправности и повреждения, проверяют выполнение под монтаж строительных работ, наносят на фундаменты разбивочные оси в соответствии с монтажным чертежом. При проведении монтажных работ особое внимание уделяется плотности и герметичности соединений узлов сушилки, герметичности сварных и болтовых соединений. Герметичность соединения узлов должна соответствовать техническим условиям на изготовление. Для монтажа сушилок рекомендуется использовать краны, блоки, талии и другое оборудование. Для монтажа зерна сушилок А1УЗМ, А1ДСП-50 рекомендуется использовать автомобильный кран К-162 или аналогичный, со стрелой 23 метра и грузоподъемностью 5,5 тонн. Монтаж ведут сборочным методом в соответствии с монтажным чертежом. Монтаж шахт ведут снизу вверх, отделочные работы производят сверху вниз. Монтаж начинают с основания. По размеченным осям устанавливают на фундаменты основания и укрепляют их на фундаментных болтах. Затем устанавливают швеллерные стойки, шахты охлаждения и тепловлагообменников. И закрепляют их к швеллерам и между собой при помощи крепежных шпилек и болтов. После чего устанавливают лестничный марш и площадки. И закрепляют их болтами. Устанавливают бункера под охладительной шахтой и тепловлагообменником. И крепят к ним самотеки с задвижками. Затем монтируют сушильные шахты с подогревателем и с осадочными камерами. И крепят их к швеллерным стойкам и между собой. К осадочным камерам прикрепляют бункера с самотеками. На сушильных шахтах монтируют над сушильный бункер с площадкой под норией. Далее ведут монтаж норий. После установки сушильных шахт монтируют вентиляторы, которые выхлопными патрубками соединяются диффузорами с напорно-распределительной камерой. Всасывающие патрубки вентиляторов соединяют со смесительной камерой, которую монтируют над топкой, и соединяют нижней частью с топкой, а боковой – с отсасывающей камерой охладительной шахты. Напорную камеру обшивают теплоизоляционными стенками с люковыми лазами. Над осадочными камерами монтируют инерционники, которые нижней частью крепят болтами к верхней части осадочной камеры. В топке монтируют металлические направляющие цилиндры, отражательный щит, искроулавливатели, форкамеру, форсунку, топливную арматуру, вентилятор высокого давления. По окончании монтажных работ ведут отделочные работы, в том числе подкрашивают и оформляют пояснительные надписи. Перед опробованием сушилки под нагрузкой необходимо проверить состояние вентиляторов, лёгкость вращения вала, отсутствие толчков, ударов и зацеплений рабочего колеса за кожух, плотность всех соединений воздуховодов, отсутствие щелей в люках, натяжение приводных ремней и состояние ограждений, обеспечивающих безопасность работы, исправность оборудования топки топливного насоса, а также автоматики, регулирующие процесс горения, наличие смазки в подшипниках и масла в мотор-редукторах. Работу всех механизмов коротковременным включением электродвигателей. Правильность установки датчиков температуры. Работу системы автоматики проверяют после розжига топки. Увеличивают подачу топлива так, чтобы температура теплоносителя превысила максимальную. При этом должны отключиться топливный насос и вентилятор высокого давления и включиться сирена. Провести срыв факела, для чего при установившемся температурном режиме необходимо перекрыть подачу топлива. При этом также должны отключиться топливный насос и вентилятор высокого давления и включиться сирена. При погасании факела во время проверки работы топки температура агента сушки падает и при достижении минимальной повторно включается сирена. Во всех случаях звучание сирены прекращают нажатием на кнопку съем сигнала. Каждое последующее включение вентилятора и розжиг топки производят только после остывания топки и полного ее проветривания вентиляторами. Перед пуском сушилки необходимо заполнить оперативный бункер сырым зерном, включить транспортные механизмы, наполнить шахты зерном до перелива в оперативный бункер и срабатывание верхнего датчика уровня зерна с одновременным отключением задвижки в подаче сырого зерна. При этом зерносушилка работает, так сказать, на себя. До высушивания зерна, до заданной влажности. Включить вентиляторы низкого и высокого давления топливного насоса и после проверки наличия давления в топливопроводе 0,3-0,4 мегапаскалей включить электророзжиг. После воспламенения топлива полностью открывают заслонку форсунки. По истечении установленного времени автоматический выключатель электророзжига отключает высоковольтный трансформатор. При монтаже и наладке распылительной сушилки, например, марки А1ОРЗ, следует руководствоваться такими правилами. Распылительную сушилку необходимо размещать в помещениях соответствующих требованиям пожаровзрывобезопасности с относительной влажностью воздуха 75 градусов и температурой 20 градусов Цельсия с запыленностью не превышающей 6 мг на кубометр. Пол должен иметь уклон в сторону трапов. Помещение следует оборудовать приточной вентиляцией. По месту монтажа сушильной установки должны быть подведены электроэнергия, пар, ледяная, горячая и холодная вода, сжатый воздух. Монтаж ведется в соответствии с требованиями технического описания, сопроводительной документации комплектующих изделий, а также чертежей, пояснительной записки, габаритного чертежа, монтажного чертежа и электрических схем. Завод-изготовитель производит контрольную сборку и монтаж сушильной установки с проверкой всех привязочных координат изделия, групп, узлов и окончательную приварку фланцев, воздуховодов и трубопроводов. Должна быть обеспечена правильная стыковка фланцев. Перед монтажом оборудования все детали, которые могут в дальнейшем соприкасаться с продуктом, необходимо очистить от смазки. Промыть теплой водой и хорошо просушить. Обработанные поверхности деталей, покрытые на заводе-изготовителе, защитной консистентной смазкой, необходимо промыть керосином и тщательно протереть. Сушильные камеры поставляют в разобранном виде, без опор, пневмоуборщиков, отвода, распылителя и пневмометлы. При ее монтаже необходимо приварить опоры к опорному кольцу сушильной камеры, установить сушильную камеру на опоры, подложить под них подпятники, произвести установку сушильной камеры по уровню. При этом фланец камеры, предназначенный для распылителя, не должен иметь отклонения от горизонтали более чем на 0,6 мм, на участке длиной 600 мм. Перпендикулярность оси камеры основанию осуществляют путем подкладки дополнительных прокладок под подпятники опор и проверяют отвесом. Отвод пневмометлу и пневмоуборщик монтируют в соответствии со сборочным чертежом. После установки сушильной камеры монтируют площадки для обслуживания. На площадках в низших точках на площади диаметром 100 мм сверлят отверстия диаметром 8 мм. Под ними приваривают сборные воронки диаметром 150 мм, которые приварены к трубам и объединены общим коллектором, который выводится в канализацию. Скрубер монтируют согласно чертежу. После проверки правильности монтажа фланцевых соединений заливают фундамент и опор сушильной камеры. Остальное оборудование, устанавливаемое под площадкой обслуживания на полу помещения, а также распылитель и устройство для мойки монтируют согласно монтажному и сборочному чертежам. Не вошедшие в комплект технической документации внешние соединения, паропровод, конденсатопровод, трубопроводы, воздуховод и другие монтируют в соответствии с проектом привязки и с местными условиями. Все наружные поверхности паропроводов, конденсатопроводов, трубопроводов горячей воды, температура которых превышает 40 градусов Цельсия, а также трубопроводы ледяной воды покрывают слоем асбеста 20-25 мм, обматывают марлей и окрашивают в красный или синий цвет. Теплоизоляцию не наносят на фланцевые соединения. Газзадувку устанавливают в отдельном помещении, звукоизолированном и вентилируемом. Щит контроля и управления располагают на полу помещения, где монтируют установку. Разводку проводов от щита контроля и управления к электрооборудованию и аппаратам производят по месту. Всё оборудование надёжно заземляют и подключают к заземляющему контуру предприятия. Разводку пневмотрубок от щита и пневмопанелей к датчикам и пневмоударникам производят по месту. После монтажа щита контроля и управления устанавливают снятые на период транспортировки показывающие и регулирующие приборы в соответствии с электромонтажными чертежами, а также устанавливают и подключают приборы – термометры, манометры, датчики разрежения, пневмоклапаны и т.д. По окончании монтажных работ проводят наладочные работы и проверяют правильность подключения электродвигателей и направление их вращения, правильность подключения датчиков и приборов, цепи управления и сигнализации, наличие и исправность сигнальных ламп и звукового сигнала, правильность соединения пневмосистемы и опробовывают работу пневмоударников, герметичность всех трубопроводов, воздухопроводов, лючков и крышек, обнаруженные неплотности устраняют, особое внимание уделяют наладке шлюзовых затворов, зазоры между коробом, пневмосборщиком и днищем сушильной камеры устанавливают минимально возможным путем перемещения опорного ролика. Производят обкатку и наладку распылителей, смазывают все трущиеся части, не контактирующие с продуктом. Все редукторы приводов заливают свежим маслом в соответствии с паспортами. Устанавливают защитные ограждения, производят прогрев паровых колориферов до рабочих параметров. После всего этого запускают установку, при этом производят окончательную отладку автоматики в ручном и автоматическом режимах и проверяют действия пожаротушения. Установку обкатывают в течение нескольких часов. Продолжение следует...